В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Выезд из 6-го микрорайона в Видном возводится ускоренными темпами. К сентябрю-октябрю мы этот объект в готовом виде для возможности выезда и въезда в 6-м микрорайон получим. Состоялось первое заседание антинаркотической комиссии Ленинского городского округа. Во всех образовательных учреждениях проходили интерактивные занятия по первичной профилактике потребления наркотических и психотропных веществ. 14 июня отмечают День работников миграционной службы. Хотелось бы поздравить сотрудников отдела по вопросам миграции с предстоящим праздником. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский совершил очередную рабочую поездку на важный строящийся объект, выезд из 6-го микрорайона. Цель – проверить качество проводимых работ. Сейчас трасса возводится ускоренными темпами, чтобы нагнать время, потерянное из-за карантина. Планируется, что уже в сентябре дорога будет открыта. Теперь уже можно сказать, что строительство выезда из 6-го микрорайона находится на стадии завершения. Представитель застройщика рассказал главе городского округа Алексею Спасскому, что сейчас идет работа сразу в нескольких направлениях. Помимо строительства дорожного полотна идет реконструкция Донбасского моста, обустройство тротуаров, возведение световых опор. Техника, подрядчики все выведены, есть все необходимые материалы, и поставленная задача в кратчайшие сроки завершить. Строить качественно, но ускоренными темпами – такую задачу поставил перед строителями глава округа. На сегодняшний день подготовлено более тысячи метров основания дорожного полотна, выполнен переход через речку Бица, проложены водопроводные трубы. Строительство дороги должно было начаться еще в 2017-м, но по факту техника здесь появилась лишь двумя годами позже. Местные жители постоянно следили за ходом строительства. В апреле в связи с пандемией коронавирусной инфекции работы пришлось приостановить, но недавно строительство возобновилось с еще большими темпами. В рабочей поездке главу городского округа сопровождали заместитель главы администрации Сергей Гаврилов и председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко. Депутат отметил, что жителям не стоит волноваться по поводу увеличения сроков строительства из-за коронавируса. Жители действительно держали в тонусе как администрацию, так и депутатский корпус. Я как председатель Совета, естественно, контролировал ход строительства. Я надеюсь, мы уже находимся на финишной прямой. В этом году мы все-таки эту дорогу откроем. После пуска трассы водители из новых микрорайонов будут тратить на дорогу до МКАДа вместо полутора-двух часов 20 минут. А потому и местные жители пристально следят за тем, как ведутся работы. Каждые выходные мы ходим, смотрим, проходим, когда можно, доходим до Ермолинской церкви, чтобы посмотреть, как движется даже в карантин, когда можно было прогуляться с собакой. Выходили, смотрели. Стоимость проекта – 442 миллиона рублей. Их выделил частный инвестор. Новая дорога будет иметь общую протяженность порядка двух километров. Выезд из города получат более 55 тысяч жителей новых микрорайонов. Темп, качество работ, которые выполняются, позволяет надеяться, что все-таки с учетом той карактировки, которая внесла карантинные ограничения, тем не менее, к сентябрю-октябрю мы этот объект в готовом виде для возможности выезда и въезда в 6 микрорайон получим. Возведение трассы – это часть масштабного реформирования транспортной инфраструктуры округа, которую начали власти муниципалитета и которая должна существенно изменить существующее положение дел. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В скором времени россиянам предстоит проголосовать за или против поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом мероприятии мы поговорим с нашей гостьей, председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной. Здравствуйте, Вера Сергеевна. Итак, прежде всего, внесены изменения и в порядок голосования, и в способы голосования. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, действительно. В этот раз у нас беспрецедентная кампания. Это не выборы, это именно голосование по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. И уже многие граждане, конечно, кто смотрит телевизор, читают прессу периодическую, они обратили внимание, что в этот раз у нас голосование не один день будет проходить, а целых шесть. Это шесть дней предшествующих дней голосования, и еще седьмой день – это сам день голосования. Безусловно, выбраны и новые способы голосования. Для удобства граждан, вы знаете, что и портал государственных услуг работает, то есть можно подать заявку через портал государственных услуг, через МФЦ, через территориальную комиссию. Все это доступно, в шаговой доступности. Избиратель может выбирать участковую комиссию, в которой ему удобно проголосовать. Это так называемый мобильный избиратель, который уже сейчас начал работать. Территориальная комиссия уже сейчас работает. И МФЦ. После, с 16 числа, будут работать участковые комиссии, которые также будут принимать эти заявления от граждан, которые могут в любой участковой комиссии прикрепиться также к любому избирательному участку Российской Федерации, который им будет удобен. Как идет у вас уже подготовка к голосованию? Мы находимся в готовности. То есть, как я уже сказала, ТИК уже работает. С 5 числа работает пункт приема заявлений. То есть к нам приходят граждане, которые хотят голосовать по месту нахождения. Более того, естественно, мы сейчас занимаемся совместно, конечно, с областной комиссией обеспечением всем необходимым участковых комиссий, в том числе и масок защитных, средств. Все это есть. Мы к этому готовы. Сейчас уже осталось просто, когда у нас участковая комиссия приступит, все им это выдать. То есть мы полностью обеспечены всем необходимым. Ну вот как раз о масках, которые вы упомянули. Здесь действительно, наверное, важный вопрос, который касается и интересует абсолютно всех избирателей, кто придет на избирательные пункты. Каковы будут меры безопасности в этот непростой период? Вы знаете, наверное, будут приняты беспрецедентные меры безопасности, потому что, во-первых, это соблюдение расстояния, полтора-два метра безопасного расстояния, для того, чтобы, естественно, не дай бог никого там, как говорится, не заразить. Будут организованы в местах, где это возможно, отдельные входы и выходы, чтобы у нас не пересекались потоки избирателей. Если избиратель пришел без защитных средств на избирательный участок, то у нас есть маска, у нас есть одноразовые перчатки, он будет получать также ручку одноразовую для голосования. И в этот раз, даже чтобы минимизировать любые контакты между членом участковой комиссии и избирателем, в этот раз списки избирателей уже будут полностью отпечатаны с паспортными данными, для того, чтобы избиратель только мог поставить уже свою подпись в списке избирателей. Также вот такое вот новшество в этой избирательной кампании – это не будет передней шторки на кабинке для голосования, опять-таки для того, чтобы минимизировать любые лишние вот эти вот контакты. Они соответствующим образом будут, эти кабинки, расположены для того, чтобы обеспечить тайну голосования. И более того, после того, как избиратель проголосует, соответственно, еще раз будет возможность ему предоставлено продезинфицировать руки, уйти с участка. Также на входе, кстати, на участке, все участки у нас снабжены бесконтактными термометрами, то есть будет замеряться температура, тоже для того, чтобы жители не беспокоились за то, что кто-то придет с повышенной температурой на избирательный участок. Все вот такие меры будут предприняты. В части голосования на дому, когда мы выезжаем на дом, тоже произошли изменения. Теперь член комиссии, за исключением, конечно, если это уже лежачий избиратель, не может сам подойти, если он может сам дойти до двери, тогда голосование производится, по сути, на лестничной клетке. То есть сначала приходят члены участковой комиссии с наблюдателем, с дезинфицирующим средством, дезинфицируется дверная ручка, замок, потом только уже осуществляется вызов жителей в дверной звонок, на дверную ручку вешается специальный уже пакет, в котором лежит бюллетень, конституция, маска, перчатки, ручка, то есть все, что необходимо. После этого также избиратель надевает, либо если он не хочет одевать перчатки, можно его, конечно, попросить помыть руки, отдает свой голос, голосует за поправки в Конституцию, опускает это в переносной ящик, и потом уже комиссия удаляется. То есть в этот раз мы даже, члены комиссии, не заходят в квартиру. То есть максимально обеззараживаем, обезопасиваем, как и членов комиссии, и наших граждан. В заключении нашего экспресс-интервью у вас есть возможность обратиться к тем людям, которые должны, скажем так, прийти на избирательные участки. Дорогие наши жители, приходите на участок, проголосуйте за поправки в Конституцию. Тем более вы видите, насколько в этот раз все это доступно стало и удобно. У вас целых семь дней для того, чтобы в удобное для вас время прийти и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Спасибо большое, что пришли к нам на эфир. Рассказали действительно очень много интересного. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной. К другим новостям. Вслед за изменением статуса Ленинского муниципалитета из района в округ переформатируются комиссии по разным направлениям. Так, сегодня состоялось первое заседание антинаркотической комиссии в новом формате. Что изменило в своей работе и о чем говорили собравшиеся, расскажет Юлия Погосян. Несмотря на высокую занятость, чтобы поприветствовать членов новой антинаркотической комиссии, заседание посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Тематика нашего сегодняшней встречи, совещания, понятна. Это антинаркотическая комиссия. Мы прекрасно понимаем, что в рамках деятельности различных ведомств, будь то в полиции есть целое подразделение, там в управлении образования возложены какие-то функции в этом смысле. Но и так же прекрасно понимаем, что и беда, и, соответственно, усилия наши, они должны быть общие, потому что и спрос, и результат тоже должен оказаться общим. Соответствующее постановление о формировании нового состава антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе было подписано 27 мая. Состав комиссии собрался, чтобы выработать план работы в текущих непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На эту тему отчитались представители различных управлений муниципалитета, в том числе культуры и образования. Во всех образовательных учреждениях проходили интерактивные занятия по первичной профилактике потребления наркотических психотропных веществ. В течение года традиционно проводится районная профилактическая акция «Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках которой проходят спортивные соревнования, просмотры фильмов с последующим обсуждением обязательно, конкурсы стен газет, плакатов, рисунков, конкурсы молодежной социальной рекламы, конкурсы роликов, викторины, беседы, диспуты. Член антинаркотической комиссии Олег Федоров поднял тему информирования населения о вреде употребления наркотиков. По его мнению, это поможет искоренить проблему, а значит и избавиться от наркодилеров. Необходимо освещать в СМИ все случаи задержания распространителей наркотиков. Если задержали, как мы говорим, 17-летие, вот надо показать, чтобы каждый в школе 17-летие сказал «Ох, ты не дай бог, я сейчас займусь в этой истории, не обидели, что покажут, я в прямую поставлю, и на меня вернутся все мои друзья, да, и просто они, как раз, будут батья. И дай бог, чтобы хоть какой-то процент не задержали увлечение молодежи в распространении, либо в употреблении наркотиков». В целом, по сравнению с другими муниципалитетами Московской области, ситуация по округу удовлетворительная. Но этого недостаточно. Распространение и употребление наркотиков нужно искоренять полностью. Так считают члены нового созыва комиссии, и они намерены упорно работать в данном направлении. «Жизнь, к сожалению, в данном случае вносит свои коррективы, да, и, конечно, вот такой тесной работой, ну, с учетом того, что есть ограничения, как бы, да, ее как бы там не получается, поэтому приходится работать где-то на удаленке. Интернет был наш самый главный помощник, да, в соцсети. Это направление, оно, мне кажется, основным, и оно будет поддерживаться. Просто как бы расширим, уже чуть шире выйдем за рамки этого». Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 14 июня отмечают День работников миграционной службы. Наша съемочная группа в преддверии профессионального праздника посетила отдел по вопросам миграции УМВД России и узнала о работе ведомства в период пандемии, а также об открытии нового пункта. Подробнее расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. В обязанности старшего инспектора отдела по вопросам миграции Виктории Тройниной входит прием и обработка заявлений на гражданство Российской Федерации. Мы застали Викторию за работой, а несмотря на плотный график, она уделила нам несколько минут. «Во время пандемии мы работали в штатном режиме. Все граждане, которые были желающие подать заявление на гражданство, либо получить готовое решение по гражданству, приходили, конечно, количество граждан значительно уменьшилось». Новый начальник отдела по вопросам миграции Николай Сидоренко рассказал, что в период пандемии работали, соблюдая все санитарные нормы. Сейчас прием граждан осуществляется согласно записи через портал госуслуги. Также всегда есть возможность получить услугу и в порядке живой очереди. «Все заявления принимались и обрабатывались, поступившие через порталы государственных услуг. Чем было удобно, что в период пандемии непосредственно, согласно постановлению губернатора, не было основного массового скопления здесь граждан, чтобы не нарушать санпиновские нормы. И в последующем люди приходили, указан день, назначенное время, что способствовало беспрепятственному приему и оказанию государственных услуг». Основной сложностью в работе ведомства Николай Сидоренко назвал массовую миграцию российских и иностранных граждан в связи с застройкой в новых микрорайонах. Сейчас решается вопрос об открытии миграционного пункта номер 3, который позволит значительно снизить нагрузку и своевременно оказывать услуги. «В миграционный пункт номер 3 будет расположен по адресу деревни Боброво, улица Крымская, дом 21. Количество сотрудников, которые будут нести службу, пока трое сотрудников, один из них аттестованный, является сотрудником полиции». 14 июня сотрудники миграционной службы, а также специалисты по делам миграции и паспортно-визовых отделов отмечают свой профессиональный праздник. «Хотелось бы поздравить сотрудников отдела по вопросам миграции с предстоящим праздником, пожелать крепкого здоровья, успехов на служебном поприще, быть оцененным со стороны коллег и окружающих, добиваться заложенных целей перед собой и немного терпения в нашей работе». Федеральная миграционная служба выполняет огромное количество важных задач. Она полностью контролирует миграционные процессы, которые осуществляются на территории Российской Федерации. Сотрудникам приходится работать не только с людьми, но и с огромным количеством информации, которой следует подходить максимально точно и профессионально. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.